Я черту, вот хочется уточнить у тебя главный вопрос. Ты говорил о том, что когда какая-то идея получает огласку, идеологи этой идеей получают возможность спекулировать своей аудиторией. И в данной ситуации мне вспоминается группа ГРОД, которая публично отреклась от православия. И насколько мне известно, что в этой истории как-то был замешан ты. И вот постоянно народ на этот счет спорит. Было бы интересно из первых уст узнать. Мне очень неприятно, да, как бы в первую очередь мне очень неприятно, то, что многие люди знают о нашей группе не благодаря нашему творчеству, а благодаря какому-то маленькому интернет-скандалу, который имел место. Но в принципе, я по-прежнему считаю, что все было сделано правильно. Была группа, которая писала замечательные песни и активно очень использовала православную символику, православные смыслы и бравировала как бы своей якобы имеющейся религиозностью какой-то. И потом в какой-то момент просто в социальной сети мне показывают что-то вроде манифеста, подписанного участниками этой группы, в которой написано, что мы такие-то, такие-то там Дмитрий Герасченко и... Виталий Евсеев, значит, сняли с себя кресты, потому что нам не нужна жидовская вера, а мы, в общем, родноверы. Вот, ну, общий смысл такой был. И это было бы полбеды, если бы там вот это, но там содержался еще и призыв делать так же, как мы. Причем, как я понял, это письмо, оно было не официально, но опубликовано там где-то на странице официальной, а это для каких-то вот уже близких по духу соратников, с которыми имеется, ну, непосредственно личное общение. То есть это в массы не планировалось? Да, да. Это вот что-то там для своего круга. Вот. И, собственно, я просто-напросто на официальной странице ВКонтакте я задал вопрос непосредственно участникам группы, просто выложил этот текст и сказал, это вашего авторства текст, парни? И если да, то прокомментируйте ситуацию. И как это соотносится с песнями про то, что у меня крест на Капроне, на кармане Богородица и так далее. Вот. Ну и дальше начался визг, интернетный визг в самом своем неприятном проявлении. Пока парни молчали, как бы переваривая информацию и думая о том, как выйти вообще сухими из воды и как бы с чистыми руками из очень поганой истории. и как бы там сидели и двое суток формулировали, как бы там уже официальное какое-то заявление по поводу вот этого своего религиозного шага. Началась вот визгня именно в интернете, на меня начали, значит, спускать вообще всех собак, поклонники этой группы. Ну и разговоры в плане, да ты кто такой, вообще тебя никто не знает, группу твою никто не знает, а ты что-то предъявляешь там парням, они столько сделали там для, как бы, для молодежи, для здорового образа жизни и так далее. На что я просто говорил, что как бы я, во-первых, никого не оскорблял, не разгорел вполне себе уважительно с людьми. Просто я задал вопросы, которые меня волнуют, как слушатели этой группы. Ну вот, ну все кончилось с тем, что поклонники группы ГРОД точно не любят теперь меня, а с Дмитрием Евсеевым мы пообщались в ВКонтакте, как бы он написал мне в личку, спросил, кто ты такой, какое право ты имеешь, как бы лезть в наши дела. Ну, на что, как бы я сказал, прошу прощения, а что я, собственно, сделал? Я задал вам вопросы, над которыми вы, короче, два дня думали и потом выдали там целый трактат о богоискании группы ГРОД. Ну и в конце просто я ему сказал, говорю, если у тебя есть какие-то вопросы, ты бываешь в Москве, я живу в Подмосковье, давай стою, встретимся. Я за свои слова отвечаю, у меня половина зубов не свои во рту, я умею отвечать за свои слова. Поэтому говорю, дуэль, говорю, хочешь давай на шпагах там или в шахматы сыграешь. Вот, ну вот я ему сказал, давай писать песни, и время нас рассудит, как бы кто был прав, кто виноват. Вот. Но с другой стороны, мне очень приятно, что это все произошло, и парни хотя бы сами поняли, что это все не игрушки. Ну, понимаешь, в чем проблема, вот как мне кажется, основная? В том, что это вышло в массы, и в связи с этим вот группа, которая владеет умами тысяч своих поклонников, она вызвала достаточно серьезный раздор, потому что после этого начались драки, крики, визги, споры и ссоры над тем, что все-таки круче, православие или язычество, и во что нам вообще верить. То есть народ был просто, для народа это были кумиры. Так они такими остались. Они же, ну все, основная идея, в которой сводятся все эти диспуты, идеологии, она такая, значит, и она сейчас, ее поддерживают практически все рэп-артисты, за исключением группы 2517 и Андрея Бледного, который от своего христианства и веры в Господа никогда не отрекался, и как бы твердо стоит на этой позиции. Все остальные в угоду сиюминутным каким-то поветрием, они меняют свои убеждения. Вот Миша Маваша тут выпустил новый альбом, там есть суперпесня, которая называется, по-моему, что-то... Религия и вера. Религия и вера, да, где он заявляет, как бы, я дословно не помню, не выучил ее еще наизусть, к сожалению, мне не очень, как бы, интересно по 10 раз переслушивать. Но основная идея была в том, я понял, что как бы, раз есть попы на геликах, на гелендвагенах, то в церковь я не пойду. При этом, как бы, ну это же лицемерие, настолько мещанская, ханжинская лицемерие, то, что поп на гелике, да? А почему бы нет, собственно? Миша Мавашин, он автолюбитель, он же любит брички, диски литы, любит гоночные автомобили. Почему себе он это позволяет, а как архимандриту там московскому он не может позволить ездить на гелике? Ну так, чисто вот. Вот. И значит, смысл той песни такой, что, как бы, я православный, он что говорит, я православный, а мое православие, оно у меня в сердце, а в храм я не пойду, потому что там барыжат свечками и отбирают бабушек. Вот. Ну, как бы, нам бросили просто на стену ВКонтакте эту песню, попросили, как бы, нас прокомментировать. Я написал, я говорю, я просто вижу, что человек снимает с себя всякие обязательства по отношению к Русской Православной Церкви. Хотя до этого он очень прекрасно на фоне храмов Русской Православной Церкви начитывал свои песенки про то, что, как бы... Ну, вот опять же, сейчас в умах у его слушателей будет происходить такой диалог, что а что нам делать? Нам верить, не верить? В храм ходить, не ходить? Я думаю, люди разберутся. Я думаю, люди разберутся. Просто я не знаю, как сказать. Мне очень-очень грустно и обидно от того, что все эти люди, группа ГРО, Михаил Маваши, они не понимают меру ответственности перед Богом за то, что они говорят.